Всем большой привет! Меня зовут Лада. Добро пожаловать на канал Любимое Дело. В этом видео показываю процесс создания вот такой интересной текстильной сумочки. Это не очень подробный мастер-класс. Изначально у меня даже не было цели снимать это видео, но в процессе я поняла, почему бы и нет. Возможно, кого-нибудь вдохновлю на создание такой сумочки, ну или на что-нибудь похожее. Поэтому здесь нету таких прям подробных моментов, но тем не менее постараюсь описывать эти моменты детально, как могу. Итак, для создания этой сумочки я взяла ткань вельвет, причем это не просто была ткань. Я пошла в секонд-хенд, купила юбку большого размера из вельвета. Мне очень понравился цвет ткани, и я уже увидела в нем свою будущую сумочку. Перед самим раскроем, шитьем я юбку, естественно, постирала в горячей воде. Еще и для того, чтобы проверить, линяет ткань или не линяет. Ткань достаточно плотноватая, но не как гобелен, конечно, но как вот обычный вельвет. И, в принципе, очень хорошего качества. Я посмотрела, на какие детальки можно эту ткань раскроить. Собственно, распорола это все дело. Я все детали прогладила, и у меня уже была выкройка моей сумочки. Выкройки я все рисую сама. И вот по этой выкройке я раскроила детали. В кадрах я показываю места, где эти детали сшиваю, чтобы сумочка была не такой, прям скажем, хиленькой, но чтобы поплотнее она казалась и была, собственно. Я все это дело укрепляю флизелином. Можно дублерин взять, просто у меня в местном магазине был только флизелин. И далее я еще укрепляю детали сумки тканью. Ну, у меня обычная бязь. И вот я прокладываю вот этот слой ткани, и все это дело прострачу. То есть делаю такие строчки вертикальные, перекрестно друг к другу. Такая сеточка получается. Да, здесь, конечно, со стежками нужно быть аккуратной, чтобы ткани не съезжали друг от друга в сторону. Я все это дело скрепляла булавками, просто тоже за кадром осталось. Вот, прошивала все это на машинке. Сначала думала вручную, на машинке быстрее оказалось. Ну и чтобы ровные вот эти стежки были, я, естественно, сначала по линейке там карандашиком отмечала, да, путь строчки. Ну и потом, собственно, прострачивала. Вот такая деталь у меня получилась. Это основная деталь сумочки. Размеры я подпишу обязательно в видео. И сейчас я взяла цветные нитки ирис. Те цвета, которые, как мне кажется, подходят к этой сумочке. И сейчас я делаю ручные стежки, если так можно назвать, да. То есть сначала я белым карандашом легонечко нарисовала траекторию этой стежки. И, соответственно, иголкой с ниткой вот делаю, как на видео шью. Также у меня будет еще карман. Для этой цели я подготовила деталь по размеру. Тоже сделала декоративные строчки вручную. Точно такую же деталь вырезала и из подкладочной ткани. У меня для подкладки тут взята ткань полу-леон. Не очень удачная, на мой взгляд. Она чуть-чуть тянется и в обращении была неудобна. Вам на заметку, для подкладки лучше ту ткань взять, которая не тянется там вязь или что-нибудь в этом роде. Соединила детали лицевыми сторонами внутрь. И делаю две строчки по тем сторонам, которые длинные сверху и внизу, как на видео. И выворачиваю на лицевую сторону. Теперь на швейной машинке пришиваю два кармашка. И пришиваю основной карман. Я сначала думала, что он будет с другой стороны, но передумала и все-таки пришила его с этой стороны, прям на эти кармашки. Вот таким образом, как на видео. Деталь обязательно отутюживаю и также подобные строчки тоже отутюживаю. Здесь показываю, как выглядит основная деталь сумочки с пришитыми кармашками маленькими. И пришила я большой карман именно снизу. Боковые стороны я не трогала. Складываю эту основную деталь лицевыми сторонами вовнутрь. Далее все очень просто. Я сшила боковые стороны этой детали. И также я срезала уголки и сшила уголки. Вот таким образом, как на видео. Выворачиваю все это на лицевую сторону. Далее занимаюсь подкладом. Для подклада я вырезала деталь под размеры основной детали. Также еще у меня будет внутри карман. Тоже подготовила деталь. И пришиваю эту деталь кармана на лицевую сторону подклада. Строчку делаю внизу. Далее я заранее уже подготовила деталь, так сказать, для закрывания сумочки. Ну, не знаю, как это назвать. Крышка, что ли. И сейчас буду ее декорировать. Декорирую я вязаными элементами. Связала их вот в такие небольшие кружочки разного размера. И приблизительно выкладываю. Смотрю, как это все будет выглядеть у меня. Все это пришиваю вручную. И вот какой результат у меня получается. Далее беру кружево. Здесь у меня хлопковое кружево. На мой взгляд, цвет идеально подходит для сумочки. И делаю вот такие красивые складочки. И пришиваю таким образом, как на видео. В этом кадре я показываю, что и я еще пришила к этой детали сумки подкладочную ткань. Таким образом, как на видео. То есть лицевыми сторонами вовнутрь. И сейчас я это все дело выворачиваю на лицевую сторону. Вот так получается. Расправляю все это дело. Проутюживаю. Далее к задней части сумочки я пришиваю крышку таким образом, как на видео. Здесь я уже показываю основную деталь сумочки, пока без подклада. Как я пришила крышку, смотрю, как она закрывается. И обратите внимание, что я уже пришила ремень к боковым сторонам сумочки. Но еще тут нет подклада. Сейчас я беру подклад. Верх подклада уже сметан. И я вкладываю подклад в основную деталь сумочки. Вот таким образом, как на видео. И сейчас я буду вверх прострачивать на машинке. То есть сшивать подклад с основной деталью сумочки. Ну и тут уже показываю окончательный вариант. Уже готовая сумочка. Внутри кармашки. Соответственно подклад пришит. И сумочка закрывается без проблем. Вот так сумочка выглядит уже на мне. Здесь, когда открываешь сумочку, там два кармашка и еще одно отделение. И в основном отделении тоже два кармашка. Очень надеюсь, что этим видео я вас вдохновила на что-нибудь такое интересное, творческое. Не бойтесь экспериментировать. У вас обязательно все получится. И, конечно, буду рада вашей обратной связи. Желаю вам вдохновения. Увидимся очень скоро в следующих видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok